Здравствуйте, ребята! Очень мне приятно вас всех сегодня видеть, да, в хорошем настроении. Выспались все, уже отдохнули, да, и, надеюсь, выполнили то задание, которое вы получили на последнем уроке. Правильно? Кивните мне. Да. Да, хорошо. На связи с учителем математики Людмилой Штановой девятиклассники. Тема урока – тригонометрические уравнения. После каникул задача – вспомнить пройденное. Данил Чилинцев, помнишь ли ты основное тригонометрическое тождество? Расскажи нам его, давай. Симус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единица. Хорошо. Все ответы с места, хотя еще до каникул опрос учеников был невозможен. Дистанционное обучение проводилось на платформах Foxford, Physicon и Uchi.ru. На онлайн-уроках все почти как в школе. Только шпаргалкой воспользоваться легче и занятие длится вместо 45 минут 30. Мы постарались сохранить расписание для того, чтобы и родителям, и детям было это все привычно. Но внесли в расписание те уроки, которые будут проводиться в режиме онлайн. Практически весь коллектив, 80% ежедневно ведет такие уроки. В кабинете непривычная тишина, хотя еще в начале марта здесь шумели второклашки. Учитель Наталья Познякова признается – очень соскучилась по ученикам. Очень скучаю. С нетерпением жду онлайн-уроки. На этой неделе мы взяли как бы пробный вариант по одному уроку в день. На следующей неделе, с разрешением, конечно, администрации, буду брать больше уроков онлайн. Если старшеклассники привыкли проводить время за компьютером, то для большинства учеников начальной школы это в новинку. Хотя, как показала практика, получасовое занятие они высиживают, правда, с небольшим перерывом на физкульт-минутку. Антон, не вижу, что повторяем. Давай, присоединяйся. За два дня в девятой школе прошли 72 онлайн-урока. Теперь в таком режиме здесь проходят и педагогические советы, и родительские собрания. Причем последние планируется сделать тематическими. Следующее родительское собрание у нас планируется с психологом, потому что есть моменты, которые вот в тех условиях, в которых мы находимся дома, да, 24 часа в сутки, конечно, нам бы помощь психолога нужна. И мы как раз сейчас отрабатываем вот это родительское собрание. Уроки, родительские собрания, педсоветы будут проходить онлайн до конца режима изоляции. А там уже можно будет вернуться к привычным формам. Тем более, что по живому общению соскучились не только учителя, но и ученики. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.